Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать и сказать всем доброе утро! Доброе утро и благословенного нового дня, который имеет свои задачи. Для каждого дня достаточно своих забот, поэтому и сегодняшний день он не исключение. В нем есть то, что нам надлежит сделать, что надлежит исполнить, как в Божьей программе, записанные все дни, прежде чем даже хотя бы один из них уже был в нашей жизни. Уже все предназначено Богом, не потому что Он прописал нам, как марионеткам, а потому что Он видит над временем, какие мы сможем с вами сделать выборы, решения, ценности, какие мы для себя предпочтем. И вот в этом Господь прославляется, когда мы с вами вписываемся вот в эту программу и действуем, исходя из ценностей небес. Поэтому Давид, который приносит ковчег, радуется тому, что он все-таки распечатал Божью тайну, узнал, что вызвало то, что привело его к печали. Но эта печаль ради Бога привела его к покаянию, к переосмыслению и теперь к принесению ковчега в дом, в свой дом, в город, в страну. А значит, Божье присутствие, которое теперь будет умножено, которое не покинет их дом, а будет благословением. И поэтому уничижение, которое сказала Милхола, ты как пустой человек уничижился перед рабынями и рабами. Но на самом деле как раз Давид-то исполнял то, что исходило из его полноты желания поклониться Богу, полноты любви, полноты благоговения, полноты радости. Вот откуда он исходил. Через эту фразу я хочу сказать, друзья, с точностью да наоборот рассматривайте унижение врага. Вот тогда, когда он называет тебя пустым человеком, хотя бы кто-то, посмотрев на тебя, сказал такую фразу, то поблагодари Бога за то, что ты идешь по правильному пути и в твоем сердце полнота радости, полнота благоговения, полнота жизни. Потому что именно увидев полноту, дьявол хотел унизить сейчас Давида и поэтому берет от обратного. И тогда, когда мы начинаем на ложь врага реагировать печалью, ложь врага начинает выбивать нас из полноты нашего призвания, то это как раз та ложь, которую когда-то сказал змей Еве в саду, в Едемском. Вы, если вкусите, то будете как боги. Таким образом, он подчеркнул, что вы-то уже ими являетесь, потому что на самом деле Адам и Ева уже были таковыми, что они общались с Богом, они имели доступ к всему божественному, но надо было этот доступ перекрыть, и это враг сделал через ложь. Поэтому сегодня он использует ту же самую тактику. Он пытается тебе говорить с точностью да наоборот то, что ты уже имеешь, кем являешься и чего достиг. Поэтому как только тебе звучит в твоем сердце, в твоем разуме какая-то ложь о том, что ты никто, звать тебя никак, что ты неполноценный, то с точностью да наоборот пойми, что истина как раз в противоположности. И поэтому порадуйся пред Богом, что у тебя есть такая привилегия. И поэтому Давид ответил и отреагировал, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Вот как отреагировал Давид с обратным эффектом. То есть ты считаешь, что я уничижился, а я буду себя-то уничижать, а Бог-то меня возвысит. Потому что вот в этом есть его особенность, что я привилегию оставлю эту Богу возвысить меня над всеми. Потому что я сейчас не себя выставляю, а Бог меня продвигает, и Бог со мной в этих процессах. Поэтому как важно научиться видеть ложь врага и отражать ее, отражать истинный небо, отражать той правдой, которая меняет факты. Жить в истине, а не жить во лжи врага. И тогда, когда мы это умеем делать, друзья, тогда мы на самом деле победоносны во всех делах, во всех выборах, во всех возможностях, во всех отношениях и на всех перекрестках. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня эта возможность молиться к Тебе, благословлять друг друга. И делать это потому, что Ты дал нам такую привилегию разбираться с ложью врага и не верить ей, не принимать на свою жизнь или на свои мысли, чувства ложную инфекцию, которая может разорить и лишить основания жизни. Чтобы так не произошло ни с кем из нас, мы молимся на старте дня. Мы благословляем грядущий день и говорим, Господь, веди нас на Твои высоты, веди нас по Твоим дорогам, превращай наши пути в Твое шествие, торжественное шествие Божественного Царства в судьбах наших. Слава Тебе за это, во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Слава Тебе за это, во имя Иисуса Христа.